Вот мой персик обещанный. Это Московская область. Дереву где-то, наверное, лет 6-7. Естественно, он у меня вымерзал. Вот остались даже пеньки. Так, наверное, делать нельзя. Но это я в сердцах. Когда он у меня вымерзал, я его спиливал и думал, что я больше не буду с ним возюкаться. Но персик растения сильный. Это как Николай Иванович Курдюмов в книге. Если корни сильные, то ствол отрастет. Ну, действительно, отрастает так отрастает. Ну, вот он. Такое вот дерево. Листьев уже нет. К зиме у меня подготовился. Вот почечки. И тут прирост этого года. В этом году я вообще его не подрезал. Ничего с ним не делал. Нафиг. Не знаю. Раньше подрезал. В этом году урожая не было. Хотя почек было много, они все померзли. Потому что минус 33 было зимой. У нас два или три дня стояло. И почки померзли. Ну, вот древесина выдержала такой мороз. Раньше я его укутывал утросилом. Прям оборачивал. Кокон делал. И были персики. Но мне лениво, если честно, этим заниматься. Пусть... Пусть природу рассудят. Еще знаете, что интересно? Он вообще не болеет ничем, да? То есть ни тля, ничего его не берет в Московской области. Они не понимают, что это за дерево такое. Ну, вот алыча тоже самое у меня. Ничего ее не берет. Ну, алычи свои проблемы. Цветет отлично, а все сбрасывает. Весь урожай. В стадии буквально. Когда сгороши у нас. И ягода получается. Ну, вот. Так что персик растить можно. Урожай есть. Но это больше для баловства. Пришли там родственники, соседи. Так им показать. Вот у меня персик растет. Ну, возможно. Первые два-три года надо просто укрывать. Хорошо. Я прям снегом засыпал. Вот досюда вот. Ну, а теперь он сам прет. Вот эту минус 33 выдержал зима. Но, правда, цветки все замерзли. Ну, так. Для гостей очень интересный вариант. Да. Но делать на него ставку, что у вас персиковый сад в Московской области будет, я бы, наверное, не стал бы. Лучше, как я и говорил, Антоновку посадить и Пепин Шафран. И будете всю зиму с яблоками. А это так. Больше. Для красоты.